В одном из хадисов сообщается, что Аллах еще говорит ангелам, чтобы они дали отсрочку рабу, не записывали, дали ему отсрочку шесть часов. Шесть часов. Не записывать шесть часов, чтобы у человека была возможность для покаяния. Это из милости Аллах, чтобы свиток с деяниями, где зафиксированы твои деяния, чтобы был какой-то срок. Чтобы был какой-то срок, чтобы получить возможность не испачкать свой свиток. Чтобы не запачкался, не замарался твой свиток этим плохим деянием. Шесть часов. Шесть часов в какие часы? Это Аллах Алим, наши часы, которые нам известны. Потому что все-таки есть доводы. В общем, можно понять, что 24 часа тоже было во времена Саляв, тоже было 24 часа. То есть они тоже делили сутки на 24 часа. Но только начало суток у них было не 12 часов ночи, 12 часов дня. То есть начинается в 12 часов ночи, сейчас как? Час ночи, 2, 3, потом до 12 дня, потом опять начинается час дня. Под полудня опять считать. Нет, это Саад Завалия, то есть часы, которые считаются от полудня, не такое было. А было и даже до недавнего времени в арабских странах. Даже некоторые страны до сих пор висят, что я видел в Эмиратах. Двое часов висит. На одних показывает Саад Завалия, то есть эти часы, когда начинается отчет часов от полудня, что час, два, три. А другие часы висят, где начинается отчет от Магриба, что Саад Горубия, от заката солнца. Магриб, вот это начинается от начала суток, хорошо, потом час, два, потом утром к Фаджру будет, что 12 часов, опять начнется час, два, три. Поэтому по поводу намаза Джума сказано, кто придет на Джума в первый час, кто придет на Джума во второй час. Потому что после Фаджра сподвижники они шли, совершили намаз Фаджр в мечети, шли, брали в густос, совершали, потом шли уже в мечеть для завершения Джума и ждали, кто в первый час пойдет, кто во второй час, кто в третий час. Хорошо.